Как вы, будучи президентом, ну пока еще не президент, еще поживем, собираетесь повышать рождаемость? Ну, вы знаете, я в этом процессе сам лично участвовать не буду. Вот, может, этот вопрос имели в виду, да? Даже при желании я не подниму рождаемость, если говорить шутку. Вот, как? Очень просто. Для того, чтобы создать для людей нормальные чистые условия, когда люди смогут иметь ребенка, не только иметь, родить, что не так, потому что вам много нужно ума, правильно? А то, чтобы могли его содержать и воспитывать. Чтобы создать условия, чтобы люди, которые будут иметь, допустим, двух, трех и более детей, им государство давало бесплатные квартиры. И за каждого рожденного ребенка, если кредиты на жилья были предоставлены, часть кредита погашалась, каждый ребенок погашал часть стоимости жилья. А что, плохо? Вот, когда такие условия будут создаваться у людей, я думаю, очень многие люди бы не откажутся иметь больше детей, не так ли? Когда, по крайней мере, у них будут условия для того, чтобы их где можно было жить, для того, чтобы можно было им воспитать детей, накормить, одеть, и дать им хорошее образование, дать им будущее. Вот, когда такие условия будут созданы, а это несложно создать, просто нужно иметь желание, так называемую, политическую волю, и не допускать, чтобы паразиты все это воровали и вкладывали в свой карман. Есть методы, поверьте. Почему? Это простые методы. Вор есть вор, правильно? Вор должен что делать? Это мои методы. Это справедливо. А потому что, когда все разворовывается, когда чиновники саботируют даже хорошее решение, какие-то, если есть вот такие решения правительства, саботируются и поворачивают только в пользу себя, как набить карман, пользы не будет. А вот если создать действительно условия, и здесь не нужно что-то придумать сверх какого-то сложного, здесь все очень просто. Нужно создать людям нормальные человеческие условия, и чтобы они знали, что если у них действительно будет больше детей, что государство будет им помогать в этом, не на словах, а на деле. Уважать человека. Да, уважать человека. В первую очередь. А не то, что это быдло, как они говорят, да, скотина. Я, например, не считал людей быдлом и скотиной, никогда не считал. И меня всегда возмущало, когда кто-то... А помните, это же... Я удивляюсь, как Украина после того, что произошло, продолжать еще что-то голосовать за... Ту же самую Юлечку Тимошенко, да? Когда она заявила, когда забыли выключить микрофон, и она в эфир ушла, что этому быдлу и так хватит, и что-то такого плана. Помните, да? Понимаете? Да после этого ни один нормальный человек ее не должен поддерживать. А поддерживает за что? Что проплачивается. Но вопрос. Тогда сколько стоит человек, который это делает? 100 долларов кому дает ему? Значит, его цена 100 долларов. Значит, он сам себе определил цену. Он считает, что его цена 100 долларов. Все. Ну, что можно сделать, если человек так считает, что его цена 100 долларов? Что ради 100 долларов он готов, извините, целовать во все места того человека, который считает его скотиной и быдлом. Ну, право человека. Ну, знаете, у меня это попадает в категорию уже психических нарушений. Мазохизм, садомогасизм и так далее. Следующий вопрос. А там насчет еще спрашивали. Продолжение следует...